К нам едет ревизор, что проверит глава общероссийского объединения пассажиров и в каком состоянии находятся пострадавшие во время падения страпа в Барнаульском аэропорту. Череда непонятных рокировок продолжается. Как хоккейный клуб Алтай намерен выйти из затяжного кризиса? Как в индийском кино. История о том, как барнаульские пенсионерки нашли сестру. Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Итак, безопасность Барнаульского аэропорта проверит глава общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Руководитель прибудет в Сибирь, чтобы лично проконтролировать работу воздушных ворот и общественного транспорта в краевой столице Новосибирске. Этот рейд был запланирован давно, но в свете последних событий приобрел еще большую актуальность. Напомним, вчера во время посадки пассажиров авиарей собранного Москва рухнула верхняя площадка трапа. Шесть человек упали, трое из них госпитализированы. У одной пострадавшие несколько переломов, у другого перелом со смещением и, возможно, ему понадобится операция. Предварительно причиной обрушения трапа стал износ элементов его конструкции, хотя трап регулярно должны осматривать сотрудники аэропорта. Также глава Общероссийского объединения пассажиров проверит городские и междугородние автобусы, такси и железнодорожный вокзал в Барнауле и Новосибирске. Моя задача – донести позицию пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом в Новосибирске и Барнауле, до органов государственной власти, так как фактически подобные площадки отсутствуют, и транспорт развивается без учета со стороны общественности. Кроме того, в рамках визита Зотов презентует проект по борьбе с нелегальными перевозчиками. В Краевую столицу он приедет в начале следующей недели. У Барнаульского дворца спорта появился новый владелец. Им стал бизнесмен Михаил Дроздов. Стало известно, что он официально приобрел здание дворца у Краевого совета профсоюзов. Правда, сумма сделки пока не разглашается. Ранее в СМИ озвучивалась цифра в 30 миллионов рублей. Напомним, в августе прошлого года из-за нарушений пожарной безопасности суд постановил приостановить работу дворца спорта. Теперь хоккеисты тренируются и выступают во дворце «Динамо» Карандин-арене, которая находится далеко от центра и, по мнению самих спортсменов, не так удобно и вместительно. Кстати, Карандин тоже принадлежит Дроздову. Новый владелец уже заявил, что намерен полностью сохранить спортивный профиль учреждения. Более того, он намерен вернуть туда хоккейный Алтай. О планах возможной реконструкции и устранения противопожарных нарушений он обещает рассказать журналистам уже в ближайшее время. Ну а пока хоккейный Алтай продолжает лихорадить. Буквально через месяц после назначения Александр Климов со скандалом покидает пост главного тренера. Оказалось, он не вправе занимать такую должность из-за купленного диплома о высшем образовании. В итоге команда в разгар сезона рисковала вовсе остаться без наставника. А, похоже, бесконечное чехарде назначений Кирилл Политов. По три раза сделали, поменяли стороны. Потом один в один. Здесь не влияет защитник нападающий. Мы играем, просто разбились на пары. Иногда они возвращаются. Евгений Бакланов, которому чуть меньше месяца назад указали на дверь, вновь выводит на лед свою команду. Сейчас он, как и прежде, второй тренер. Тогда же вместе с ним в отставку был отправлен главный рулевой коллектив Андрей Соловьев. Это на экваторе чемпионата, когда красно-синие набрали приличный ход и взобрались на пятую строчку рейтинга. Теперь, похоже, все нужно будет начинать с нуля. Правда, скорее всего, уже поздно. У ребят какое настроение? Ну, я не знаю, какое-то, может, после поражения, но подавленное. Эмоциональный фон не на высоком уровне. Тандем Соловьев-Бакланов сменил тандем Климов-Обухов. Сразу же после этого Алтай покинул целый ряд ключевых игроков. Вместе с врачом хоккеисты написали заявление по собственному желанию. Как итог, это отразилось на качестве самой игры и, главное, на результате. С пятого места красно-синие рухнули на седьмое. Вдобавок к этому разгорелся скандал. Оказалось, у Александра Климова липовый диплом. Вновь отставка, вторая по счету за один месяц. Теперь новое назначение. На этот раз исполнять обязанности главного тренера доверят внимание директору клуба Дмитрию Чекалину, у которого, а, нет тренерской практики на таком уровне, б, масса организационных задач. Не пытайтесь, не ищите его взглядом. Сегодня утром на раскатке он отсутствовал. Причина совещания у министра спорта края. Такая практика в других командах региона, когда один человек заменяет сразу всех, обычное дело. Это скорее от безысходности. Точнее, от безденежья. До конца сезона мы постараемся довести вот именно в таком формате. Потом будет работа. Будем созваниваться из Федерации хоккея России и подключать высшую хоккейную лигу. Изыскивать возможность привлечения сюда специалиста хорошего уровня, чтобы он здесь постарался развивать и как команду, так и обратить внимание на детский хоккей. До завершения регулярного чемпионата осталось всего-то четыре игры. Затем Барнольцев ждет серия плей-офф. Наверняка достанется соперник из первой тройки. Шансов пройти дальше в такой ситуации мало, уверяют эксперты. На этом будет закончен сезон, после которого вернутся к вопросу о главном тренере. А ведь могли бы всерьез побороться за медали. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Пансионат для престарелых и инвалидов советского района проверяют независимые эксперты. Только после этого муниципальный суд вынесет решение оставить постояльцев в этом якобы аварийном здании или заставить 90-летних стариков переехать. Напомним, осенью прошлого года бийская епархия обратилась в суд с требованием освободить большое здание при Казанской церкви в селе Советское. Там с разрешения местного священника отца Алексия создали пансионат для престарелых, где проживает несколько десятков стариков. Церковные служители настаивали на опасности проживания в нем. Якобы в здании нет огнетушителей, пол застелен линолеумом, который может быстро вспыхнуть, а в стенах нежилой части помещения трещины. В ходе судебных заседаний было решено провести еще одну независимую оценку. Отец Алексий подтвердил, эксперты проверили помещение и надеются, что специалисты должны были убедиться в безопасности проживания в нем. Они сделали акцент на пожарную безопасность, то есть на те вещи, которые у нас были, нарушениями. Но мы им по каждому пункту дали аргументированный ответ, подтвержденный документально. Больше у них не может быть вопросов. То, что там пол у нас кривой или дверь дырявая, при чем здесь угроза жизни? Когда эксперты вынесут свой вердикт, пока неизвестно. Ну а руководство пансионата каждые две недели платит штраф за проживание людей в этом доме. В декабре прошлого года суд вынес решение освободить здание еще до своего окончательного заключения. Ну а дольщики Демидов парка начали избавляться от своих «неблагополучных» квартир. На алтайском портале недвижимости появилась информация о том, что люди массово распродают жилплощадь. Скандально известный долгострой в Новоалтайске планируют сдавать в эксплуатацию ориентировочно в марте этого года. По мнению экспертов строительного рынка, возможно, люди продают свои квартиры в этом доме, потому что за время ожидания изменились планы на будущее, и эти семьи стали больше. К тому же изначально обещанная застройщиком инфраструктура не оправдала ожиданий. Эксперты не берутся гарантировать, может ли покупка квартир в Демидов парке быть абсолютно чистой. А поэтому советуют прежде чем совершать сделку, изучить прошлое и настоящее дома. «В первую очередь съездить, посмотреть конкретно взятую квартиру, как она выглядит. Во вторую очередь попросить документы, связанные с подтверждением права обладателя к этой квартире. Документ должен быть зарегистрирован в Росреестре на случай, если объект уже сдан в эксплуатацию. А третьим моментом я бы порекомендовала сделать акцент, посетить сайт госинспекции Алтайского края и посмотреть, какой идет документооборот по этому дому». По мнению некоторых риэлторов, прежде чем покупать квартиру в Демидов парке, стоит дождаться, когда весь дом официально будет сдан в эксплуатацию. Но в этом случае может значительно вырасти и стоимость жилья. Почти на 20% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае. Об этом сегодня сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Зафиксировано 26 тысяч случаев заражения. Цифра превышает эпидемический порог, но уже меньше, чем было зарегистрировано ранее. Сейчас в крае объявлен карантин в 9 школах и 22 детских садах. Для сравнения, на прошлой неделе на незапланированные каникулы ушло вдвое больше учебных заведений. В какой-то мере погодные условия, то, что стояли у нас морозы, это способствовало не распространению дальнейшего размножения вируса. Мы своевременно ввели противопедемические ограничительные мероприятия. Происходило массовое приостановление учебного процесса, то есть дети были максимально разобщены. И сейчас можем говорить, что сейчас болеют в основном больше взрослые. Несмотря на то, что вирус начал отступать, специалисты советуют пока не расслабляться, избегать массового скопления людей, мест, пользоваться защитной маской, тщательно мыть руки, особенно после улицы или общественного транспорта. Не успели снять карантин по гриппу, как врачи бьют новую тревогу. Вспышки кори фиксируются в западной части страны – Москве, Владимирской и Ивановской областях. Какова ситуация в крае и как обезопасить себя, расскажет Андрей Дреер. У ребенка высокая температура, насморк и каши. Утром была однократная рвота. А кроме того, одутловатость, боязнь света, конъюнктивит и сыпь по всему телу – это корь. В начале января сообщалось, что инфекция бушует в Европе, на Украине и в Грузии. Теперь в списке и Россия. Хотя в региональном управлении Роспотребнадзора успокаивают, в крае пока не болеют. В Алтайском крае у нас в прошлом году, в 2018 году, было зарегистрировано официально 8 случаев. Это был завозной, первично это был завозной случай. Заболел маленький ребенок, приехали с отдыха из зарубежных стран. Действительно, все случаи заражения так или иначе связаны с гостями или вернувшимися с каникул жителями края. Часто туроператоры предупреждают – перед поездкой за рубеж лучше подстраховаться. Наличие двух прививок, как правило, гарантирует отсутствие заболевания, если человек будет контактировать в очаге с заболеванием кори. Пока, говорят врачи, прививка – единственный способ оберечь себя и своего ребенка от кори. Для этого важно соблюдать календарь иммунизации. Если вы не помните, ставили ли вы прививку в детстве, вакцину можно ввести уже во взрослом возрасте, предварительно обратившись к участковому терапевту. Себе вы ставите или детям нужно убедиться, что противопоказаний нет. Андрей Дреер, наши новости. Никогда не поздно. Героями истории в духе бразильских сериалов стали две барнаульские пенсионерки. Пожилые женщины неожиданно узнали, что у них есть родная сестра. Но до конца в этом не уверены, и они решили принять участие в шоу на одном из федеральных каналов, чтобы подтвердить родство. Что из этого вышло, расскажет Валентина Аскерова. Говорят, так бывает только в сказках и кино. Шесть лет назад родные сестры Людмила и Илья Набаимова узнали, что у них есть старшая сестра по отцовской линии Валентина. Она вышла на меня в одноклассниках в 12-м году. Вы, конечно, очень удивитесь, но вы мои родные сестренки. Ну я, конечно, в шоке была. Проверили. Видите, она тоже рассказала свою ситуацию, что она никогда не знала, кто ее отец, ей никогда об этом не говорили. Он был душа компании, вспоминают сестры о своем отце. Светловолосый красавец, веселый и отчаянно смелый. В 17 лет прибавил себе возраст и ушел воевать на фронт. После женился и прожил больше 50 лет в браке с одной женщиной, в котором родились две дочки – Люба и Лена. В идеальный портрет штрихи внесла жизнь. О существовании внебрачной дочери никто не подозревал. А почему сейчас вы решили разыскать отца в свои 70 лет? Хочется знать все-таки, кто же был мой отец. Это фрагмент популярного шоу. Всего пару дней назад выяснилось, что Людмила, Елена и Валентина – действительно родные сестры. Пообщаться с отцом Валентине уже не удастся. Он давно умер. Но на его родину теперь она точно приедет. Ведь теперь их трое. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В краепеременная облачность в отдельных районах возможен снег. Температура днем в Белокурихе – минус 6. 8 градусов мороза в Змеиногорске, около 11 ниже нуля в Рубцовске, Камнинабе и Заринске. В Барнауле возможен снег. Ночью – 11 градусов. Температура днем – минус 9. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Все новости к этому часу. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok